Давайте, наверное, потихонечку приступим. Возможно, даже сегодня мы пораньше освободимся. И встретимся пораньше. Итак, погнали. Сегодня много будет новостей. Я прошу прощения за определенный сумбур, который в голове. Первая тема, которую хотелось бы обсудить, мы ее очень много обсуждали внутри коллектива, это наша позиция относительно политики. Очень сложная тема, как вы сами знаете. Мы долго сомневались и взвешивали за и против, но приняли решение следующее. Мы отказываемся от обсуждения политики на трансляциях, в том числе отказываемся от трансляций, которые долгое время у нас находились под галками исторические, которые там транслировали, как правило, ретранслировали российские телеканалы. То есть Лерс и еще там товарищи, они с сегодняшнего вечера прекращают трансляцию. Может быть, кстати, модераторы уже их закрыли. Мы их предупредили немножко заранее. Понятно, что там они никому были не видны, кроме как их аудитории, но мы решили вообще концы все обрубить по нескольким причинам. Во-первых, концепция нашего проекта Good Game, она про другую тему вообще. То есть мы про игры, про хорошее времяпрепровождение, про хорошие эмоции. А здесь идет тотальный конфликт. То есть любое обсуждение, как написано далее, неизбежно приводит к негативу, к холиварам, к обострению и так далее. Поэтому мы стараемся быть верными, короче говоря, нашей первичной идее, тематике, направленности нашей и целям, задачам. А цель задачи — это вызывать приятные эмоции. Вы, естественно, можете выбрать любые площадки, где там, где есть информация. Тем более, что, на мой взгляд, этой информацией сейчас прям где угодно можно достать. И информационные сайты, новостные с разных сторон, и телеграм-каналы, как угодно. Даже некоторые развлекательные сайты занимаются публикацией. В общем, вам выбирать, где это все читать. Еще одним плюсом отказа от политических трансляций и обсуждения этого всего дела заключается в том, что мы освобождаем мощности. То есть у нас есть определенная емкость по каналам. И из-за того, что есть нагрузка дополнительная из-за этих нетематических трансляций, я уже не говорю, что они там финансовые никакие абсолютно, это не в этом дело. Смысл в том, что они занимают ресурсы, они мешают потенциально. Вот если сейчас триммеры начнут приходить, нам нужно быть готовым и освободить вот эти вот несколько тысяч свободных мест, грубо говоря, которые в данный момент заняты нетематическими трансляциями. И, конечно же, риски. Это в последний момент, в последнюю очередь здесь в списке, но, на мой взгляд, это там топ, наверное, два пункта. Смысл в том, что какую бы ты сейчас позицию не занял, публичную, ты все равно дико рискуешь, потому что тебя могут там забанить, там забанить. Ты можешь словить волну хейта, ты можешь попасть на ДДОС. Нас ДДОСили и по меньшим поводам, естественно. Поэтому для того, чтобы наш сервис работал стабильно, для того, чтобы мы не подставляли зрителей, не для того, чтобы мы не подставляли стримеров тематических, игровых, которые здесь находятся, мы занимаем вот такую позицию. Вот. Можно обсудить, потому что вопрос сложный, но смотрите. Современные, здравствуй, Джоки. Всем добрый вечер, друзья. Сложная у нас будет тема, но очень интересная в том числе. Вот. Я столкнулся просто даже, ну и самостоятельно, естественно, тоже. Меня там подобавляли в разные конфы люди, писали разные самые люди с разными самыми просьбами. Вот. И я пытался диалог выстроить, но сейчас дискуссия идет во многом на очень эмоциональном уровне по понятным причинам. Я прекрасно понимаю, блин, как трансформироваться сознание, исходя из изменяющихся обстоятельств. Поэтому тут, я думаю, осмысленной дискуссии у нас не получится. И ни к чему она. Короче, вот, перечитайте, если у вас будет вопрос относительно того, почему на АГГ мы все политические трансляции, которые у нас были до этого, блочим. И у модераторов будут инструкции, чтобы предупреждать и не позволять вести какую-то агитационную деятельность на сайте. Вот. Это наша позиция. Фантастик говорит, позиция вполне логичная, зрела, актуальная повестка не соответствует миссии, все норм. Да, мы долго это внутри обсуждали. Так, редакция вклинилась и написала, что призывает всех поучаствовать в нострологическом конкурсе в честь Дня рождения АГГ. Кстати, по поводу празднования Дня рождения тоже мы получили, но я считаю, что это все равно по концепции сходится. То есть, например, там у нас через две недели День рождения у отца. Мы его все равно будем праздновать. Как бы поводы, чтобы отвлечься от ситуации. И 6 марта, кстати, будет День рождения у Гудгейма. Нам исполняется 14 лет. Ё-моё, 2008 год. Сколько мы с вами вместе уже успели пройти? Я надеюсь, сколько еще успеем пройти в будущем. Вот, ролики смотреть не буду, потому что там с Днем рождения майкер, я смущаюсь. Вот, один из самых распространенных вопросов, который возникал в последнее время, это, ребята, а что вы будете делать, когда к вам стримеры из Twitch повалят? У нас действительно собственных емкостей сетевых очень мало. И одно из преимуществ Twitch является то, что они сидят на Амазоне. Амазон — это не только маркетплейс, но еще и сильнейший IT. И огромное количество, ну, самый крупный CDN в мире, на самом деле, покрытие отличное. Ну, за исключением России. Амазона в России нет, насколько мне известно. И действительно, у них нет проблемы с нагрузкой. То есть они периодически сталкиваются, но закрывают этот вопрос. У нас ситуация другая. Именно для этого мы постарались подключить партнерский CDN. Протестировали его вчера, он показал весьма неплохие показатели, где это 7% только проблемных пользователей. Ну, это сравнительно немного. У нас приблизительно те же самые цифры — 5-7. Вот. И если сейчас мы можем с вами на своих каналах держать 5-7 тысяч одновременных зрителей, то с подключением этого партнерского CDN мы можем выдержать уже до 20к. То есть если стримеры будут приходить постепенно, если не будут заходить прям с ходу крупники, я надеюсь, что этого не будет, мы постепенно будем держать такую нагрузку. Ну и там проверять. Там же система сложная, там и чатик, и сайт у вас есть, и стриминговый сервис, и там прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. Да, вообще сегодня интересный будет рассказ про некую фазу активного роста. Я до последнего сомневался, и мы тоже внутри компании сомневались рассказывать вам или нет. Но я думаю, для того, чтобы ситуация была прозрачнее, для того, чтобы вам понятнее были некоторые наши решения, я в двух словах расскажу. Дело в том, что где-то полгода назад мы начали вести переговоры с одной айтишной компанией крупной относительно инвестиций, приобретений и так далее. И последние 5 месяцев шел активный процесс. Мы сразу договорились, там очень хорошие товарищи работают, они знают о стриминге, сразу на уровне топ-менеджмента, то есть прошли там, пообщались, приехали, познакомились, они в гости приезжали в Белгород, знакомились с нашими товарищами. Хорошо знают нас, хорошо знают сферу, им не нужно ничего было объяснять о специфике, о модели, заработка и так далее. Они дали нам хорошую оценочку, очень хорошую. Дали, ну, планировали выдать инвестиции, тоже очень хорошо. По СНГ-шным меркам прям очень хорошо. Именно с этим связано появление раздела вакансий у нас на сайте. То есть мы планировали уже вот три дня назад, у нас финальное подписание должно было быть на 1 марта. Мы должны были бы уже начать активнее хайрить. На самом деле и начали уже хайрить. И чара собеседовали, и маркетолога уже взяли очень хорошего. Штат должен был увеличиться до 50-60 человек. Были ресурсы сразу на… Была решена проблема с железками сразу, потому что нам эти там 30-40 серваков с топовыми конфигурациями выделяли, мы их протестировали, там, НДА, и все нормально. Короче, смысл в том, что эти пять месяцев были жесткие. Мы прошли проверки, причем от четверки, этой там, Делаит и прочей компании. Финансовую, юридическую, техническую. Составили план рестракта, составили бизнес-план, подписали там предварительные соглашения, и все уже шло к подписанию финальному. То есть вот эти вот темы, вот эти вот сигналы, там, с некоторыми стримерами общались, относительно того, что нужно сделать. У нас было все распланировано уже на 4 года вперед. Вот, но известные события привели к тому, что акции всех айтишных компаний российских обвалились. И, соответственно, там, и Яндексы прекратили, как вы помните, инвестировать недельку назад. И у Сбера все плохо. Короче, у всех все плохо. Вот, то есть сейчас могла бы быть совсем другая ситуация. Вот, но из-за событий, как вы видите, у нас активизировались другие процессы. Политико-экономические, назовем это так. Поэтому, в целом, конечно, плохо, что сделка сорвалась. Но очень хорошо, что, во-первых, мы впервые начали общаться на таком уровне. Во-вторых, мы узнали, что, оказывается, Good Game — это очень хороший продукт, который со стороны ценят. Ну, потому что там уже и адекватные оценки со стороны других независимых юридических компаний. И вот эти вот проверки сами от Deloitte, от еще парочки компаний пройдены. Это тоже очень хороший показатель. Посмотрели, какие у нас там проблемы с точки зрения безопасности, с точки зрения документов. Ну, этот процесс мы уже доведем самостоятельно до конца, для того, чтобы все было чистенько и хорошо. Потому что они закрывали, в том числе, и риски. Когда речь идет о серьезных инвестициях, там проверки нужны для того, чтобы предусмотреть, ну, избежать, короче, рисков. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Но, да, и мы сейчас в любом случае находимся в ситуации гораздо лучше, чем полгода назад. Потому что, во-первых, мы знаем уже нашу ценность как продукта. Знаем, у нас уже подготовлен там план рестракта, у нас уже есть вот эти вот проверки, у нас составлен там бизнес-план. Мы знаем себе, собственно, цену. Вот. И мы успели за эти пять месяцев попланировать наперед. То есть посидели там с компетентными товарищами, которые занимаются прогнозированием составлением адекватного бизнес-плана. И составили экономику, составили модель. Это, конечно, мы самостоятельно бы никак не сделали. Без людей с профильным образованием, с актуальным, правильный бизнес-план, особенно в такой сфере, составить очень сложно. Вот. И, короче, может быть даже и хорошо, что сделка сорвалась. Почему? Потому что что бы с нами было, если бы мы, оказавшись под крылом у пусть и крупной IT-компании, которая торгуется, например, на американской бирже, и потеряла, не знаю, треть, половину стоимости. То есть у нас, с одной стороны, не было бы верхнеуровневого контроля, потому что это была сделка серии M&A, слияние поглощения. С другой стороны, ну, у нас оставался штатом, я оставался директором, у нас большой кредит доверия, в этом плане все хорошо. Но, учитывая сложную ситуацию, вполне могло случиться так, что мы бы через год-полтора стали бы не нужны, потому что, ну, как бы, какой, зачем нужен такой актив? Вот. Наверняка я что-то забыл, потому что этот процесс шел под NDA. Совсем недавно у нас только закончилось. Ну, я сейчас детали вообще не раскрыл ни по названию компании, ни по цифрам, ничего. Но, по крайней мере, у нас появилась возможность дальше двигаться. Наверняка я что-то пропустил, потому что мы все уже перестроились, мы все уже там о релокации думали, потому что надо было переезжать, и о расширении штата, и, опять же, вакансии, план разработки, и возобновление разработки по другим проектам. Увы, не получилось. Но, с другой стороны, сейчас с изменяющимся миром, я думаю, что мы, благодаря тому, что у нас есть такой замечательный продукт, у нас есть рестриминг, рестрим.ио, вы видите, тоже палки в колеса ставят. У нас гораздо более прозрачная и проверенная, как раз юридическими компаниями, финансовая система. То есть нас на территории России, чтобы прижать, будет очень, ну, надо очень сильно будет постараться, потому что прям там очень досконально проверяли нас. Прям очень досконально. Вот. Что мы успели сделать? Вот, например, нулевая партнерчика на постоянку – это часть финансовой модели, мат-модели, которую мы построили во время составления бизнес-плана. Мы хотим постараться те вещи, которые запланированы, но не требуют большого количества ресурсов, постепенно внедрять на сайте без партнера, без инвестиций, без партнера. Ну, как мы работали, в общем-то, 14 лет, так и будем. А именно, мы берем за основу пока что наш текущий рейтинг. Каратакам, спасибо за поддержку. 100 рублей? Есть. Мы берем за основу наш рейтинг, и топ-5 стримеров на постоянку. Ну, вот ты заходишь в топ-5, и пока не вышел оттуда, у тебя нулевая партнерка. Нулевая партнерка — это специальные условия, при котором мы не берем комиссию сайта. То есть присутствует, если пользователь донатит, там присутствует только комиссия платежных систем. То есть стример получает там из 100 рублей 97, что-то в этом роде. То есть мы посмотрим, как эта штука будет работать. Мы надеемся, что наши текущие стримеры будут активнее заниматься привлечением своих зрителей на АГГ. Возможно, не нулевая партнерка привлечет каких-нибудь сторонних стримеров, тем более, что у нас не такая высокая конкуренция на сайте сейчас. Вот. Кратакам, хороший ник. Кракатам, 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 прости, пожалуйста. Ой, у нас локи здесь. Вот. Поэтому, что касается фазы активного роста, она откладывается на неопределенный срок. Мы будем действовать исходя из тех ресурсов, которые у нас есть, благодаря нашему комьюнити, благодаря подпискам, донатам, благодаря нашим стримерам. Пока такая реальность. Вот. Ну, ничего, ничего. Я повторяюсь, полгода назад у нас ситуация была в сравнении с текущей хуже, потому что мы очень много узнали о компании, были привлечены со стороны еще специалисты. Там и аналитики, и финансисты, и юристы, которые с лупой прям и помогали нам разобраться в бизнесе и спланировать правильную модельку. Вы локи будете продавать? Локи бесценен. Особенно было приятно, конечно, услышать высокую оценку деятельности наших специалистов. К нам же приезжала еще сюда делегация из технарей. И они познакомились, пообщались, много тоже интересного от них узнали. Так, обновление приложения для Android и iOS. Приложухи у нас хорошие, бесплатные, без рекламы, в который раз говорю. В Android-овское приложение там с 4-5 оценочки, где негативные, как правило, только из-за того, что там сети не хватало, у пользователей лагало. В iOS, в новом приложении вообще сплошь и рядом одни хорошие оценки, только одна четверка. Но не так много установок в новом iOS. Поэтому iOS-приложухи, кстати, могут отключить тоже. Ссылки на приложения всегда есть актуальные в футере сайта. Пользуйтесь. Давайте двигаться дальше. Буду по мере рассказывать произошедшее. Да, обновлена политика конфиденциальности. Очень долго мы боролись с Google, потому что не было понятно по тем ответам, которые присылал нам этот Google, будь он неладен, что их конкретно не устраивает в приложении. Было много проб в попытках узнать вообще, что... А, Apple Pay проверил, работает, говорит Эльдар. Спасибо, Эльдар. В ближайшее время мы выпустим особую версию Android-приложений, в которой можно будет полноценно отправлять донаты. Да, уже у нас комиссия понижена. В Android не 30%, а 15% будет забирать площадка. Поэтому можно уже постепенно вводить... Ну, потому что пользователи просят возможность подписываться, донатить приложухи. Но, забегая вперед, расскажу про новую систему приема платежей. Это вообще бомба. Скачать приложение можно будет скоро по прямой ссылке в футере. Приложение теперь можно скачать еще с Huawei App Gallery. Окей. Свежий релиз Android 2.12. Веб-ссылки на клипы теперь можно открывать сразу в приложении. Игнор-лист в чате, добавление и удаление пользователей, синхронизация с сайтом. Черный список стримов, добавление и удаление, синхронизация с сайтом. Я не знал, если честно. Жалобы на каналы и пользователей. Это, кажется, требование Гугла было. В следующем релизе, 13-м, будет переработан экран стрима. А мне казалось, что это уже вышедший. Потому что Андрей говорил о том, что уже экран стрима он переработал. А, возможно, он говорил про ту версию, которая вышла у нас на внутреннее тестирование. Да, скорее всего так. Селектор смайлов можно развернуть на весь экран. Но смайликов много. Так, в двух словах хочу рассказать еще о партнерской программе с игровыми сайтами. У нас появился замечательный маркетолог. Мы его выбирали как раз под фазу роста. Потому что KPI у нас главным образом были завязаны на аудиторных показателях. И нашли очень толкового человека. Несколько собеседований проводили, который предложил несколько путей развития для того, чтобы решить задачи. В данный момент мы выбрали несколько направлений. Первое направление, об этом мы уже говорили. Это по турнирам, по корпоративным. Но я об этом расскажу чуть позже. А второе направление — это некая партнерская программа с игровыми сайтами. Логика довольно простая. То есть есть большое количество тематических сайтов на игровую тематику. Они с разной посещаемостью. Вы можете зайти там в как-нибудь live интернет, посмотреть разделы игры и посмотреть сайты. И что характерно для этих сайтов, для многих из них, по крайней мере, если мы не берем топ, а середнячков, с одной стороны, есть хороший трафик, ну там, не знаю, 5-10 тысяч ежедневной посещаемости. С другой стороны, эти сайты не научились пока что монетизировать свой трафик. Они экспериментируют с размещением рекламы, естественно, есть много разных способов монетизации. Но мы решили к ним обратиться с следующим предложением. С одной стороны, у нас есть очень френдли рекламное агентство, где, по сути, тематическая игровая реклама за очень хорошие деньги. Во-вторых, у нас есть контент, фактически бесплатный. И у нас есть задача получить аудиторию дополнительную для каких-то стримеров. То есть мы берем какой-нибудь, например, тематический сайт по... Давайте я прочитаю лучше, потому что Витя здесь нормально написал. Есть множество сайтов с игровой тематикой, нишевые, общие игровые. Этих сайтов аудитории не хватает способов. Мы подготовим особую версию нашего плеера, забегая вперед. Вот он, макетик. Ну там минимализм, кнопочки. И, короче, чтобы можно было его встраивать под самые разные форматы по ширине. Готовим версию плеера, чтобы партнер разместил его у себя на сайте. Процесс интеграции очень простой, потому что через Embed вставляется, и все играется нормально. За привлечение... Нет. За показ рекламы, донат и подписки из нашей доли... Из нашей доли, повторюсь, это очень важно. То есть стример ничего не платит. Из нашей доли мы даем площадки 50-70, 100% в зависимости от того, как договоримся. То есть фактически человек получает, который админит сайт, получает видеоплеер, где гарантированно будет видеореклама, соответственно, гарантированный какой-то минимальный заработок. Они пытаются ставить какие-нибудь ролики для монетизации, там, вправо-нижний, знаете, угол или еще что-то. Но гораздо лучше, когда этот видеоролик все-таки есть внутри какого-то контента. Там и времяпрепровождения больше, и он больше в тему. Короче, есть гарантированный заработок, получается, от рекламы. К тому же мы будем смотреть, что будут делать дальше пользователи этого сайта. Если они будут подписываться и донатить, то администраторы этого сайта будут получать процент с подписки и доната, соответственно. Соответственно, стримеры у нас получат зрителей. Скорее всего, мы будем какие-то выборки выгружать. То есть для, например, сайта по PUBG мы будем выгружать просто через опиху в рамках одного плеера наши текущие трансляции. Может быть, какую-то ротацию внутри будем делать, для того, чтобы зрители более-менее распределялись внутри этого одного плеера. У стримеров появится, соответственно, аудитория, и это не боты. Да, это, конечно, люди, которые, может, в фоновом режиме смотрят трансляцию, но, по крайней мере, это люди, которые попали на сайт и смотрят контент на эту же тему. Ну, тематический контент. Вот. Но площадка получает, с одной стороны, релевантный контент, с другой стороны, способ монетизации своей аудитории. Вот. В этом направлении мы начали работу активно вот с этого месяца. Сначала сформировали предложение, закинули сайтом, получили уже предварительное согласие, хорошая схема. Ну, тут как бы все логично. Следующим шагом будет, скорее всего, расширение функционала. Мы понимаем, да, правильно пишет Twitter, что недостаточно просто разместить плеер, потому что те же самые подписки и донаты, они очень тесно привязаны к активному просмотру стрима, то есть тогда, когда есть у тебя чатик, когда у тебя есть интерактив. Поэтому следующий шаг для того, чтобы повысить доходы и стримера, и площадки, и нашей, и, соответственно, размещаемой, мы будем предлагать встраивать не только плеер на сайт, но и рядом с ним открывать чат. Ну, тоже в Embeddy. Потому что чат у нас фактически тоже весьма автономен. Как вы знаете, да, вот у нас чатики есть. Вы из чата можете задонатить, вы в чате можете общаться спокойно. У вас здесь весь функционал есть для того, чтобы... Разве что здесь подписки нет только. Вот. Наша конечная цель — полноценный стримерский опыт с чатом, да. А также настраиваемые тематики, чтобы соответствовать ниши сайта партнера, если у него есть. Короче, вот в этом направлении я думаю, что это будет интересно стримерам в первую очередь, потому что мы будем уже, наверное, к каким-то конкретным стримерам или группе приходить и говорить, что мы вот, если вы будете стримить конкретную игру, то мы вас будем размещать вот на этом сайте. И все. Так, новая система приема платежей через СБП. Об СБП мы очень много с вами говорили. Это система быстрых платежей. Это наши... Они начали говорить еще давным-давно, когда очередная волна санкций была, когда первые звоночки были относительно свифт-переводов, блокировки, соответственно, на территории РФ, и отсюда же карты мира, отсюда же система быстрых платежей. Вот то, что мы сейчас видим, переводы по номеру мобильного телефона, это вот ушки системы быстрых платежей. Чем она характерна? Она внутренне российская, то есть ей не страшны никакие там внешние факторы, так скажем. Комиссии, система быстрых платежей регулируется Центробанком России. То есть банки, ну формально они там пытаются обходить эту тему. СБР, что самое удивительное, СБР в этом преуспел больше всего, стараются обходить эти низкие комиссии, но там комиссии, насколько я помню, до 0,7%. Они варьируются в зависимости от категории. Там есть несколько категорий. Там социальные платежи, например, самая низкая, там 0,3 или 0,4, а самая высокая, там 0,7 или 0,6%. Система быстрых платежей работает, вам она известна главным образом, как транзакция между физлицом и физлицом, то есть когда вы вводите номер мобильного телефона и отправляете платеж своему другу. Ну или не другу, таксисту, чаевые, неважно. Вы наверняка уже в жизни видели массу применений СБП. Вот, и мы долгое время думали, каким образом же нам присобачить эту систему к донатам. Проблема заключается в том, что нам нужно знать о переводе и о сумме для того, чтобы проигрывать алерты и для того, чтобы начислять бонусы и так далее. Ну и для того, чтобы брать... Нет, даже брать... Нет, брать свой процент мы тоже хотим. Конечно, да, и для того, чтобы брать свой процент. Очень важно. Вот, поэтому мы через нашего партнера монету сейчас тестируем систему, которая позволит стримерам... А, еще одна проблема P2P-шного вот этого перевода в том, что стримеры сами не готовы, многие, полить свой личный телефон. Одно дело, когда телефон просто привязан к кивишке и там... Ну, то есть надо либо брать другую симку, либо полить свой личный телефон. Вот это такой достаточно серьезный стоп-фактор. Короче, мы остановились на системе, когда стример создает кошелек, проходит базовую идентификацию. Нам для этого нужно будет собрать определенные данные, типа FIO и что-то еще, кажется. Мы эти данные передаем в какой-то там центр регистрации для того, чтобы идентификация прошла. Это проходит в автоматическом режиме. И дальше система довольно простая. У стримера появляется возможность сгенерировать QR-код, который может он поставить у себя на стриме или поставить у себя на канале. QR-коды, к сожалению, с фиксированной суммой, но в целом типичные донаты, они идут более-менее с одним и тем же шагом. Кстати, можно вводить и сумму отдельно, но это мы не через QR-коды будем делать. Вот. В чем плюс QR-кодов? В том, что вот как раз, если вы используете, смотрите трансляцию где-нибудь на телике или смотрите трансляцию, ну, короче, там, где у вас нет, где у вас есть с одной стороны под боком мобильный телефон, это в большинстве случаев везде, но нет возможности задонатить, например, там через приложение то же самое, потому что в приложухах тех же самых, как интересно считывать QR-код в приложении, надо будет подумать. Ладно, может быть, там в чате как-то будем отображать, неважно. Смысл в том, что вы берете телефон, считываете QR-код и по типичной системе вас сразу направляют в ваше приложение, в мобильного банка. Ну, как вы привыкли там делать, наверняка тоже сталкивались с QR-кодами, которые вас отсылают сразу в СБП. После этого средства попадают стримеру сразу на счет. Это будет отдельный от Good Game счет, его личный счет, с которым он средства может выводить сразу. Сразу. Понимаете? То есть не надо ждать окончания, там месяца полного, не надо будет делать заявки. И самое главное, что комиссия будет значительно ниже. То есть у нас там банк-партнер берет 0,4% за весь процессинг, вот это вот на круг. Сама СБП-шка берет 0,4% тоже на круг. И все, фактически это та сумма, до которой мы можем опускаться. То есть мы можем, ну, естественно, там Good Game еще будет с каким-то процентом, но смысл в том, что у нас наконец-то появляется такой буфер, который мы можем использовать по собственному усмотрению. И легально причем, в рамках РФ. То есть это не по 2П-шный перевод Visa MasterCard. Это не какие-то там схемы с PayPal, которые могут заблочить, уже заблочили физик-физик, РФ, РФ. Это вполне легальная схема крупной НКОшки в рамках РФ с низкой комиссией, с моментальным зачислением насчет стримера. А, и, ну, еще для нас есть плюс, что нам деньги на счет не поступают, как сейчас. То есть сейчас мы гоняем в определенные там суммы и, ну, как бы с них так или иначе нужно по ним отчитываться. Понимаете? А так получается мы как там за информационное посредничество, что ли, тоже берем какую-то комиссию и все. От зрителя удобным способом переходит донат напрямую к стримеру. Он любым способом с этого кошелька также на СБП там себе отправляет куда угодно на свой личный счет. И зачитываются алерты, даются иконки, и все отлично. Вот. Я надеюсь, что в течение... Ну, MVP-шку мы хотим сделать уже... Зависит, к сожалению, не только от нас. Мы общаемся с монетой. Но я думаю, что в течение месяца мы MVP-шку сделаем. Сколько комиссия? Я думаю, до 0.8. То есть без нашего интереса мы вот ниже 0.8 не можем. Вот в нулевой партнерке, скорее всего, будет 0.8. То есть вот донат 0.8. Здравствуйте. Ну, для остальных, скорее всего, также мы будем прибавлять до 10% в свой интерес. И так будем принимать. Звучит прекрасно. Да, я долго, блин, эту времени... Долго это лоббировал все. Так, как ситуация с выводом донатов за границей? Пока ждем стабилизации обстановки или все нормально? Все нормально, все в штатном режиме. Все в штатном режиме, пока ничего не блочили. И у нас, благодаря тому, что мы не перешли пока что на какую-то универсальную систему, мы можем с разных мест отправлять, пока мы не привязаны к одной системе. Просто мы, когда вот shift этот планировался на другое там юрлицо, там рестракт, вся вот эта вот хрень, там мы уже должны были отказаться от всех сторонних систем приема платежей и выплаты, соответственно, тоже. Да, и эта система, вот эта вот система, которую я описал, она тоже прошла юридическую проверку стороннюю. То есть она запруглена, она легальна, она... Там, конечно, внесли несколько этих правок в доп. соглашение, но... Я вот очень топлю за вот эту штуку. Очень топлю. Так, едем дальше. Так, Локи говорит, Бобра, сумма не фиксирована, не нашел подробных ограничений. А-а-а, то есть можно... Переход из приложения без считывания кода сразу в приложение банка. А-а-а. Ну, короче, вот Локич сейчас в этой системе начинает постепенно разбираться. К сожалению, ему вот не всю информацию еще там по ключам предоставили. Вот, но... У него уже, да, вполне вероятно больше инфы, чем... Так, Факс говорит, предлагаю давать премиум творческим стримерам за меньшее достижение, так как петь песни больше двух часов за день сложно. В смысле, как сложно петь? Значит, с позицией что-то не так. Слушай, ну, надо связочки беречь. Старайся прикрывать получше. Как-то, ну, сверху помягче. Правильную компрессию давай. И можно хоть весь день петь. Ты сам можешь петь два часа. Слушай, я весь день пою, потом уйду на двухчасовую репетицию, и все ок. Ты попробуй варик поиграть три часа. Да, да, да. Попробуй фуфашечку поиграть. Там с АПМом стабильным 150. Не, ну, затроллил. Не, ну, ты что, у тебя не могут... У тебя наверняка все нормально с позицией. Ты просто... Ты просто хочешь выбить себе преференции. Под фанеру можно, говорит. Так, как вы помните, у нас была переработана система подписок на премиумы и плюсы. Повылазили, естественно, баги, но сейчас мы о них в том числе и поговорим. Стрики теперь не сгорают. Все, теперь можете не беспокоиться, что у вас стрик сгорит. Была до этого еще какая-то двухнедельная пауза. Сейчас вообще нет никакой паузы, если вы отменили подписку. Просто продляйте подписку, когда вам удобно, и все заслуженные ранее плюшки будут доступны. Обновлен раздел премиум и поддержка. Удивительно. Теперь он называется «Подписки и донаты». О, а внутри перенеделаны табы с подписками, которые теперь отображают корректную и актуальную информацию. Пока что отсутствует раздел с историей покупок, но мы его вернем. Исправлено множество багов, в том числе и отсутствующими смайликами показом рекламы, когда у тебя есть плюс или премиум. Вот на этом много было жалоб. Вот, если у вас есть какие-то проблемы с новыми подписками, пишите нам на supportsobago.game.ru, в чат, обратная связь нашего дискорда или в комментариях к этой новости. Кстати, пока не забыл, мы постепенно начинаем готовиться. Ну, то есть, я понимаю, что, возможно, вала стримеров у нас не будет. Это зависит просто не от нас. Но хорошо было бы подготовиться к тому случаю, если вдруг придут. Поэтому, кроме хороших условий для топовых стримеров, я имею в виду нулевые партнерки, которые стартанут, я думаю, уже там с следующей недели, то есть с понедельника, потому что там задача на 15 минут. Ну, даже если умножить в три раза, потому что это оценка разработчиков, то как бы за час должны управиться. А также подключение партнерского CDN на случай возрастающей, резко возрастающей нагрузки. Мысль потерял. Хорош, сложное предложение сгородить, Михаил. А, мы начали еще актуализировать help. Наконец-то. Наконец-то. Там было дело не только в содержимом, а в том, что мы уже меняли редактор несколько раз, и он был не актуален в help, он просто не работал. И сейчас постепенно начинает лонлич перерабатывать help для того, чтобы минимизировать количество вопросов, которые будут возникать, возможно, у стримлеров. Потому что сейчас Купер пришел, 20 вопросов сразу. Здравствуйте. Они все типичные. Вот. Но нам нужен либо какой-то онбординг, мы об этом тоже думали. Думали привлечь наших толковых стримеров за... Ну, то есть ты приводишь, например, товарища, ну, приходит товарищ, ты говоришь, окей, я буду его онбордить. И тебе там, не знаю, месяц-два идет весь процент, который сайт должен получить. Или процент процента, я не знаю. То есть, с одной стороны, мы берем самого компетентного человека, который делает стримы на goodgame, а это именно стример. Потому что, ну, тут стриминг — это непросто. Тут масса настроек, масса возможностей. Есть фичи, которых нет, например, на твиче, типа челленджей каких-нибудь. Вот. Есть там всякие рандомайзеры в чатике и прочие вещи, которые, ну, чего-то нет, например, да. На это тоже нужно отвечать. Вот. И никто лучше стример не справится. Но я не уверен, что... Во-первых, эту систему довольно сложно сделать. Такую полуреферальную. Во-вторых, черт его знает. Так, исправлено множество багов. Это было, если у вас вопросы, да. Турниры. По турнирам тоже такая ситуация, видите. С одной стороны, у нас запоролась фаза активного роста. С другой стороны, если бы... Ну, вот мысль простая, да. Если бы все было ок, то у нас было бы сейчас гораздо больше ресурсов, гораздо больше возможностей ок. Ладно, окей. Но если... Ну, раз уж такое произошло, мы получаем с другой стороны такие, хоть для себя, на самом деле, позитивные последствия. Потому что тот же самый Restream.io, Restream.io, самый популярный, который поднял там 30 миллионов инвестиций, уже начинает ограничивать... Ну, фактически она ограничена, но Restream еще идут для российских пользователей и возможности ретрансляции. Вот. У нас эта фича встроена в сайт бесплатно и без ограничений. Тем более мы совсем недавно Restreamer переделали. Кстати, зря я про... Да, и мы сейчас делаем Restream на Trovo, потому что Trovo площадка... Ну, она китайская. Там вряд ли будут какие-то санкции, потому что, знаете, политическую ситуацию. Мы, естественно, тоже, когда разрабатывали концепцию дальнейшего развития, мы отталкивались от того, что Goodgame не будет вообще никаким образом ограничивать стримера в наборе аудиторий. То есть никаких запретов на трансляции, на другие площадки, там появляться, не появляться, нецензурная лексика, вот эти вот все штуки, политкорректность. Мы стараемся чинить минимум барьеров для того, чтобы стример мог спокойно проявлять себя творчески и работать на увеличение аудитории. И как раз мысль в том, чтобы дать ему инструменты необходимые для того, чтобы он это мог делать. И Restreaming — это, по сути, ключевой инструмент для этого. Поэтому на ГГ есть бесплатная Restreaming. Работает в последнее время стабильно. Есть интеграция с Twitch. Будет интеграция с Trovo. Тут минимальный, конечно, функционал относительно Restream.io, но вы можете добавить, в отличие от Restream.io, неограниченное количество ретрансляций, включать их и выключать. Кажется, есть интеграция, меняется заголовок, но и на Twitch как минимум и игра тоже. То есть вы можете редактировать заголовок или игру. То есть вы меняете на Goodgame и у вас меняется, соответственно, на других площадках. Да, и, соответственно, турнирная платформа, те же самые vplay, они тоже заблочили, банят команды и так далее. У нас замечательный турнирный модуль, о котором я не устаю говорить, на котором проводятся регулярно соревнования по нашим любимым нишевым играм. Но тут игры могут быть, как вы помните, абсолютно любые. Соло-командные по любым дисциплинам, модуль автоматизирован, по функциональности даст фору вообще любому. Да, и он бесплатный. Мы начинаем только брать там 10%, если идет краудфандинг, для того, чтобы и зарабатывать, и выплачивать призовые. Мы своего рода выступаем как гарант выплаты призовых средств за турниры. И за это время мы там навыплачивали миллионов, наверное, 20 уже, провели турниров там то ли 6, то ли 7 тысяч с призовым. Ну, на нашей платформе было проведено. Мы далеко не все турниры организуем. Большинство проводит другие товарищи. Вот завтра АТРК будет. Old Random Cup по Варкрафту 12 тысяч. По старику, по Age of Empires я к тому, что нет хода без добра. Несмотря на то, что у нас deals сорвался, возможно, и к лучшему он сорвался. Потому что сейчас мы, во-первых, узнали, что мы как продукт ценный, причем узнали это от разных источников. Прошли проверки, и сейчас мы точно ценнее, чем даже месяц назад. Поэтому главное продолжать работать. Продолжать работать над продуктом, продолжать работать, взаимодействовать с нашей любимой аудиторией. Что без нее мы бы не дожили. Никак. Вообще никак. По турнирам еще было запущено одно направление. Называется корпоративный турнир. Я просто ее озвучу. Эта тема не будет сейчас в ближайшее время актуальной опять из-за известных событий, но это была часть стратегии, и поэтому решил все-таки вам показать. Речь идет... О, Олег говорит, ты получал государственную аккредитацию IT в Минцифре? Нет, к сожалению, потому что когда мы... Там нужно, кажется, семь минимум устроенных человек, у нас там шесть или пять сейчас. Мы находимся в кластере белгородском IT, и там преференции гораздо лучше. То есть там упрощенка, и мы локальный налог вообще не платим. Но да, скорее всего, заявление, это уведомительно, надо будет сейчас набрать пару товарищей и отправить, потому что все равно это будет рациональненько, тем более там... Только вчера у нас был созвон с местными айтишниками в Белгороде. На самом деле, в Белгороде IT хорошее. Тут и пара вузов технически классных, и... И компании есть и компании есть толковые, и говорили о льготных ставках на кредиты трехпроцентные, и о субсидировании ипотек всякие. И... Короче, это отдельная тема, забей, я не думаю, что нужно об этом сейчас говорить out loud. Вот. А что касается корпоративного киберспорта, мы проводили какое-то время, два сезона мы провели для компании CFT, это довольно крупная айтишная организация, лиги для их сотрудников. Когда провели анкетирование, узнали, во что они играют, сформировали, ну, узнали, какие будут, соответственно, игры, какой будет формат, подтянули судей-организаторов, подтянули стримеров и сделали такой корпоративный дистанционный тимбилдинг. Ну, потому что в айтишной компании, как вы помните, там взрослые товарищи, у них в For Fun все равно вечерами какие-то игры. В топе были, соответственно, Dot, KKS, Герои 3, Mortal Kombat и еще какая-то пятая игра. Вот. И кейс получился очень хороший. То есть, фактически, они приходили домой, мы вставляли расписание, сделали Discord сервер, там очень много было организационной, конечно, работы, потому что люди не очень подготовленные, они так скорее в For Fun играют. Но они в свои любимые игры своими отделами разбились по командам, играли, общались. Короче, это хорошая альтернатива, особенно учитывая удаленку, для такого тимбилдинга, для повышения морали, для того, чтобы весело провести время. и при этом пользовались еще популярностью трансляции. Мы же потянули еще комментаторов толковых, там Твариныч стримил там с топовыми героищиками. Конечно, матчи были совсем не такого высокого уровня, но учитывая то, что там комментарии на... Даже несмотря на то, что комментарии на платной основе были, ну, это же все-таки работа, все равно матчи местами, особенно ближе к финалу, были весьма интересными. Вот. Я это озвучиваю, потому что мало ли кто, у кого там в компании есть там толковый HR или человек, который этим билдингом занимается, потому что мы проводили это по линии HR больше. То есть это ближе к корпоративам, дистанционным каким-то. Вот. То есть мы можем бахнуть вам до турнира по любой игре, организовать, осветить и, короче, все провести и сделать отчет. Можете посмотреть видоси, которые для CFT делали. CFT, кстати, я был удивлен, это крупная IT-компания, там 6 тысяч сотрудников. Вот. Естественно, там у нас принимало участие, наверное, человек 300-400, но все равно была движуха, было весело. Так, one more thing. Да, решили еще упростить создание канала. Помните, когда были вот эти вот судебные дела и когда мы еще КХЛ не загнали под шконку, штраф они еще нам торчат, вернуть должны 300 тысяч, сучки. Мы, не зная, какие нам нужны данные для того, чтобы не повторилась подобная ситуация, мы начали собирать информацию от новых пользователей при создании канала. То есть, если вы сейчас зарегитесь на ГГ и тыкнете создать канал, с вас мы попросим номер телефона. Это вот как раз было результатом консультации с юристами еще в середине процесса, когда мы еще судились с КХЛ маркетинг. Отдельная история, если кто-то сейчас смотрит по КХЛ, по КХЛ, никто вас не смотрит. Ну, басы. Тоже за счет комьюнити вырувили. Молодцы. Очень интересная история, если не смотрели. КХЛ, маркетинг, интересная тема, почитайте, посмотрите видосики, прям кайф, прям ух. 12 судебных заседаний, Верховный суд, все как надо. Но, когда мы находились в середине процесса, юристы рекомендовали собирать информацию пользователю, потому что, если у тебя есть номер телефона, который был подтвержден, это фактически какая-то цифровая подпись, которая имеет вес в юридическом смысле. То есть это довольно веская идентификация, которая там в банковской сфере используется еще где-то. То есть под это есть юридическое обоснование. Но, учитывая то, что мы хотим сделать так, чтобы стримить было максимально просто, мы этот барьер убираем. Короче, вам не нужно вводить номер телефона до тех пор, пока вы не сделаете заявку на вывод средств. Там это обязательно нужно, потому что двухфакторка все-таки на данный момент является ключевым способом защиты от несанкционированного доступа, так скажем. Да, как уже сказал, в нашем бесплатном рест-стриме добавляем трова по многочисленным просьбам. Савелий рисует, продолжает рисовать. Совсем близок релиз новых первых гага-стикеров для телеги. Первый пак будет посвящен бобру. Нафига? Ну, это ему решать. Видимо, по просьбам. В дальнейшем набор будет пополняться нашими котами, мемами. Вот, хорошо. Да, идеи предложений принимаются. Если у вас есть предложение по стикеру, welcome, пишите личные сообщения современному, он как раз сейчас онлайн, возможно, даже в чатике есть. Ну и традиционный чейнджлог, друзья, в самом конце. Здесь просто пачка фиксов. В конце концов, МКЛ это про задачи, про то, что мы нашей небольшой тимой сделали за последние три месяца, фактически. Ну, здесь чейнджлог от вас. Исправленная ошибка, которая не давала настроить уведомления на канале при включенной ретрансляции. Настройки уведомлений теперь корректно сохраняются. Исправленные ошибки, которые не давали привязать аккаунт батлнета. И другой. У нас интеграция с батлнетом есть. Бан от админов снова отображается в истории профиля. Самоудаление пользователей теперь отображается в истории для модераторов и админов. Пользователи продолжают использовать эту функцию удаления аккаунтов, а потом пишут на саппорт я удалил свой аккаунт. Хотя там прям предупреждение, гифка, и все равно тыкают. Если есть кнопка, тыкают. Исправлена ошибка, которая не давала загружаться избранному и чату. API возвращала ошибку 505. Добавленные недостающие ссылки в главное меню для мобильных разрешений. А, помните, там сокращение было и там не было одной ссылки. Теперь корректно отображается дата окончания подписок у пользователей. Исправленная дата, которая не давала загружать постер к турниру. Убрали дубликат ссылки на турниры в шапке с сайта. Кнопки над плеером больше не накладываются на длинное название при определенных размерах экрана. Это тоже к мобильным больше относится. Исправлена уязвимость безопасности при создании аккаунта. И первый раз слышу. Обновлены актуализированные окна покупки плюса на всем сайте. Обновлен шрифт в главном меню. Теперь вы можете скачать приложение из магазина Huawei. Соответствующая кнопка добавлена в футер. Можно удалить аккаунт. Не делай этого, пожалуйста. Так, ну у нас вообще что-то комментарии. То ли они не обновились, не подгрузились, то ли вы вообще не оставляли комментариев. Давайте тогда в чате общаться. Про разбан скажи. Про разбан скажи. Да, мы еще активируем аккаунты, которые не являлись спамерскими. То есть мы сделаем массовую активацию аккаунтов у пользователей, у которых были хоть какие-то там активности позитивные на сайте. Активные позитивные мы смотрим по степени опыта. У нас же есть еще система с ачивками, за которой мы выдаем там GG+, подписки на сайт. И если у вас там выше там третьего или четвертого уровня, у вас аккаунт активируется. Потому что мы столкнулись с тем, что оказывается наша антисмурф-система работала не всегда правильно. И когда пришел товарищ стример один, там выяснилось, что масса пользователей просто в склейке были у нас, и мы их мочканули как спамеров вместе с, ну, под общую гребенку. Поэтому вполне вероятно были еще ошибки по склейкам и другим. Поэтому будут разбаны именно активации аккаунтов, у которых, повторюсь, есть там какие-то действия, типа добавленные в избранное. Ну, короче, если там были какие-то позитивные действия, то они будут разбанены. Так, что еще? Давайте, если у вас есть какой-то обстоятельный комментарий, лучше его в коммент добавить в новость, а не в чат, потому что мы будем эти комментарии разбирать. А, уже разбанены? Понятно. Сплэшем задели, да, дают им. Ну, это первое на моей памяти «Бобра что-то сделали с каналами трафик после того, как я перешел на Думру вечером?» Было 2-3 мегабита, сейчас сходный без лагов идет. Нет, ничего не делали. Ничего не делали. Вчера только партнерский CDN протестили. Возможно, ты попал как раз вчера на трансляцию на мою, когда мы тестировали партнерский CDN. Это хорошие новости. Значит, когда или если мы его подключим на постоянку, ты будешь, ты не будешь испытывать при правильной балансировке? Проблем. Давайте еще. Может, вопросы какие-то есть. Если нет, на самом деле, мы бы вышли пораньше на встречу с нашими товарищами. Вить, Эльдар, Паш, вы как там? А то мы на 8 договаривались, потом перенесли на пол 8. Но, в принципе, ничего нас не держит. Мы можем пораньше. Росбрэйн говорит, чел в комментариях интересуется, а челлендж будет работать через систему СБП. Сначала мы будем, мы в MVP сделаем самые простые транзакции, чтобы посмотреть, как система работает, потому что она принципиально новая по всем параметрам и по тому, как пользователь взаимодействует с ней, и как стример выводит средства, и как мы в этой системе тоже участвуем. Поэтому традиционно для того, чтобы не делать там лишнюю работу, мы сначала бахаем MVP для того, чтобы понять, как она работает, какие недостатки и куда она может развиться. В целом, СБП даже обещали рекуррентные прикрутить, если уже не прикрутили. То есть, эта же система внутри, она же все равно развивается. Они постепенно там банки подключают, возможно, есть и отложенные платежи, возможно, ну, про рекуррентные я точно читал у них на сайте, что они планируют к какому-то сроку сделать рекуррентные. А если они делают рекуррентные, то значит, СБП можно применять и к подпискам тоже. Но для начала эта система будет применена к разовым платежам здесь сейчас, к сиюминутному донату в частности. Бобр, к сожалению, никак пока что. К сожалению, никак. Ну, мы думаем, ищем. Если у кого-то есть там CDN гигабит на 200, то, особенно, который можно поизвать бесплатно. Будем очень благодарны. Сейчас у нас ситуация довольно такая сложная, потому что, с одной стороны, у нас то же самое количество ресурсов, какое и было, то есть нет этого x10 просто роста. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас нужно гораздо активнее, чем раньше решать задачи, потому что к нам внимания больше. У нас, да, есть хороший продукт, но его же все равно нужно бесконечно дорабатывать. Плюс есть проблемы с нагрузкой, которые надо прям решать. Короче, я надеюсь, какая-то информация дойдет. Если что, пишите, звоните, mykersobaka.goodgim.ru Любой саппорт будет полезен. Вот, поэтому ФФА будет. Не-не-не, сегодня мы пойдем с нашими товарищами вживую общаться. И вот как раз я хотел бы узнать, Витя, ты как? Витя, Ильдар, Паша, маякните. Мне стоит закругляться и поедем или не поедем. Современный дает ссылочку на стикеры. Запарил чат не читать. Я читаю чат. Запускаю ФФА. А если стример не осилил челлендж, но бабуса забрал только в саппорт писать или кнопка какая-то будет? А у нас, кажется, даже и было предусмотрен механизм такой споров и даже была отдельная страничка. Но учитывая, что это почти никогда такого не было, за всю историю было, наверное, случаев пять. учитывая, что челленджей, я уверен, было тысячи. Потому что челленджи — это вариант взаимодействия лояльного пользователя с не менее лояльным стримером. Я жду доставку, как привезут, смогу пойти. Понял. А зачем ты? А, окей. В общем, если у вас есть какие-то идеи, пожелания, предложения, знайте, что я постоянно на связи. Если у вас есть какие-то... Да, все что угодно. Пишите, звоните maker-sobaka-goodgame.ru Большое вам спасибо за то, что смотрели. Запись появится на ютубчике. Сегодня вечером отдыхаем от стримов. А завтра у нас суббота, и это значит, что трансляция начнется скорее всего где-то в районе трех часов дня. Будет там все. И киберпункти, и варкрафты, и комменты есть. Почему у меня коммент? А, во, погнали. Так, челленджи будут работать через систему? Пока что нет. Очень содержательный МКЛ получилось. Да. Хоть на ГГ хорошие новости. Но у нас хороший коллектив, который из товарищей и комьюнити хорошая. По сути, если бы не это, мы бы давно за это самое загнулись. Ну, я бы дропнул это точно, потому что, ну, нам организуют турниры корпоративные какие-то ребята, но они организуют турниры не в одной компании, а между компаниями. Мне как это кажется. А, да, мы видели, мы видели. Потому что не у всех может набраться две команды на турнир, чтобы сыграть на игру. Но это зависит как раз от размера компании. Видите, когда был CFT, там и человек был, конечно, классный. И из там нескольких тысяч сотрудников мы с легкостью набрали несколько сотен человек активных игроков. Вот, корпоративная лига, да, это хорошая тема. Возможно, стоит нашему товарищу Валентину предложить такую идею. Потому что разницы на самом деле нет, что корпоративная лига внутри компании, что лига между компаниями. Просто больше организационной работы, ниже порог вхождения, ниже средний чек, ну и меньше работы с точки зрения, наверное, самого проведения. Так как Катя нет, наверное, так же. Пишите, звоните, сказал Бобру, которого 931 не прочитано. Но не в личку, в личке же скапливаются, и не обязательно там все читать. То есть оно у тебя всплывает, спасибо, хорошо, и что, ты пойдешь в сообщение закрывать его? У нас вот так личка работает. Все вроде. Да все, мало вопросов. Я думал, что мы с вами это самое побольше пообщались бы. О, тут редакция еще закинула. Да. В общем, будем стараться работать еще активнее при имеющихся ограниченных ресурсах, понимая, что сейчас к Goodgame больше вопросов, понимая, что у Goodgame много всяких хороших продуктов, рестримеров, турниры, условия для стримеров классные, нулевые партнерки, базовая партнерка, когда там 75% с подпиской ходят. Короче, давайте. Спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что болели, спасибо за то, что заходите на ГГ. Повторюсь, пишите, звоните, я на связи. Пока-пока-пока. Русбрэнгер, скорее закончат работу, пойти побухать с друзьями. Вот, погнали. Принято и будет выполнено. Закрою челлендж через несколько часов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...